Привет, друзья! С вами Максим. В этом видео я подготовил для вас классные инструменты сайта Алиэкспресс, которые могут вам пригодиться. В конце, как всегда, будет конкурс. А если видео наберет 1000 лайков, то победителей будет 2. Поехали! Плоскогубцы для скручивания проволоки. Твистеры. Изделие является профессиональным инструментом, не предназначено в первую очередь для фиксации и контровки различного вида резьбовых и не только соединений. Также данный инструмент применяется при скреплении арматуры, сетки, заборов и так далее. Чистик. Это инструмент для зачистки клемм и токовыводов для обеспечения лучшего контакта. Имеет две щеточки. Одну для внутренних работ, другую для наружных. Очень полезный инструмент в набор любого автолюбителя. Т-образная линейка. Состоит из алюминиевого профиля, двух винтов барашек, двух пластиковых шайб, двух оцинкованных гаек и самой линейки. Кроме декларированных функций, у нее есть одна скрытая возможность. Линейку можно использовать как точный циркуль. Приспособление для замены пыльника шруса. Позволяет легко и быстро заменить пыльник без снятия приводного вала с автомобиля. Разборка шруса при этом также не требуется. Инструмент позволяет установить оба пыльника, внешние со стороны колеса и внутренние со стороны коробки передач. Маслоуловитель. Ставится в разрыв шланга вентиляции картерных газов. Предназначен для улавливания масляных паров, попадающих через токовую систему в опускной коллектор. Имеет два канала, входной и выпускной. Также присутствует щуп, проверять уровень масла, которое туда попало. Сварочный костюм. Это обязательный атрибут мастера при проведении сварочных работ. Его задача заключается в обеспечении защиты от искр и капель металла, а также термического воздействия, одновременно предоставляя свободу движений. Универсальный сварочный аппарат 4 в 1 может выполнять все основные виды сварки. ММА, ТИК, МИГ, МАК, плюс осуществлять резку. КАТ. ММА – это ручная дуговая сварка плавящимся электродом. ТИК – это сварка не плавящимся электродом в среде аргона. А МИГ, МАК – это сварка плавящейся присадкой проволокой в среде защитного газа. Инспекционное круглое зеркало с двойным шарниром. Шарнир позволяет поворачивать зеркало в любом направлении под любым углом. Зеркало предназначено для осмотра труднодоступных мест различного оборудования для визуального контроля узлов и агрегатов автомобиля. Длина штанги от 200 до 910 миллиметров. Линейные актуаторы. В актуаторах вращательное движение электродвигателя уже преобразовано в поступательное движение штока или каретки. Поэтому часто актуаторы называют электроприводами. Что, пожалуй, самое важное в актуаторах – это то, что они могут помочь даже не специалисту реализовать весьма сложное синхронное движение достаточно простым способом. Тестер искрового зазора. Применяется для оперативной визуальной диагностики проблем высоковольтных систем зажигания. Возможность регулировки зазора позволяет применять изделия в системах зажигания с напряжением искрообразования до 40 тысяч вольт. Держатель для удочек в авто. Держатель крепко фиксирует удочки и другие рыболовные снасти, что позволяет им остаться невредимыми в процессе поездки. В багажнике появляется дополнительное пространство для других вещей. Также есть крепление для потолка. Аварийный молоток. Таким молотком можно разбить стекло в машине при аварии, чтобы покинуть опасную зону или объект в случае отсутствия других выходов. Модель оснащена лезвием, способным перерезать ремень безопасности в автомобиле, заклинивший от удара при ДТП. Монтировка. Этот инструмент выполняет функцию прочного рычага и одновременно ударного инструмента. Применение монтировки ограничивается исключительно человеческой фантазией. За это инструмент считается универсальным средством для решения большинства проблем. Бельевая веревка с крючками. Может свободно растягиваться для использования в автомобиле, в помещении и на улице. Пластиковый крючок с металлической внутренней частью достаточно прочный, может выдерживать натяжение до 5 кг. Поставляется с четырьмя опорными пластиковыми вешалками для одежды. Защитный тент, чехол для автомобиля. Это незаменимая вещь в городе и на природе, когда очень важно защищать автомобиль от вредного воздействия окружающей среды. Для полного покрытия машины достаточно потратить около трех минут свободного времени. Установочный инструмент LSA+, является основным компонентом, используемым для подключения пар к плентам LSA+, и LSA-профиль. А именно при монтаже телекоммуникационного оборудования различного вида, кабелей локальных сетей, абонентских розеток и т.д. Электроды по нержавейке. Этот металл обладает плохой свариваемостью, поэтому рекомендуется использовать для сварки только электроды по нержавейке. Внешняя сторона их покрыта составом, выполненным из карбонатов и соединений фтора. Лазер для удаления ржавчины. Это современный метод очистки металлических поверхностей, ставший более эффективной альтернативой химическим способам остановки коррозии. Подобные устройства могут использоваться для очищения кузова авто, удаления краски или зачистки проржавевших участков. Защитная накидка на бампер и крылья автомобиля. Позволяет избежать загрязнений одежды, а также повреждений ЛКП автомобиля во время проведения ремонтных работ в моторном отсеке. Устойчива к влаге, а также к воздействию прямых солнечных лучей. Поталь. Имитация сусального золота. Это материал, с которым любят работать многие мастера рукоделия, но чаще всего он применяется при создании украшений из полимерной глины. Она помогает мастеру создать имитацию золотого, серебряного или бронзового покрытия на различных поверхностях. Друзья, хотел напомнить вам про нашу группу ВКонтакте, в которой публикуются результаты проходящих на канале конкурсов. Также там много интересных товаров с Алиэкспресс, которые, возможно, вам будут интересны. Ссылка на группу в описании. А теперь конкурс. Разыграем 200 рублей на счет телефона или вебмани кошелька. Условия конкурса – поставить лайк, быть подписанным на канал и оставить любой адекватный комментарий. Результаты через неделю в группе ВК. Подробности и ссылки есть в описании. Также не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok